Обычно, когда мы обследуем это, то шея на нем не заканчивается. Шинный отдел функционально заканчивается на третьем грудном позвонке. И если это было бы нормально, если бы в норме, когда мы едем в грудном позвонке, не было бы на 90 градусов, это, ну скажем, это обычная грудная. А здесь мы видим ограничение. Причем, какое ограничение? Вот смотрите, он так идет, не смотрим, что точно есть кружевые. Так, здесь есть кружевые. Это значит, что здесь эти нарушения функциональны. За счет нарушений мышечного. Давайте посмотрим, вот, Юрий Алексеевич, он стороной, как вы видите, акклессионного теста. Так, вот, и мы посмотрим. Вот, начиная с третьего, да? Давайте, ну, конечно, не видно. Ну, что здесь видно? Некоторые больше, значит, смещение пальцев не происходит, но некоторые больше могут движение справа. Так, так, выпрыгнуть. Еще раз. Выпрыгнуть. Еще. Здесь еще один момент. Выпрыгнуть. Еще. Выпрыгнуть. Еще. Еще. То есть, что можно сказать, что справа есть дисбаланс мышечный. Достаточно такой, замерный. Для пациента нет, для нас он более легкий. И вот давайте мы, начиная с заднего пушка, посмотрим, есть ли какая-то реакция. Вот смотрите, вот здесь, я нажимаю, да? И здесь. Вот видите, здесь вот перешение реальницы, да? Выпрыгнуть. Еще раз. Да? Вроде как смещение большого нет, но это я говорю. Еще раз. А вот здесь. Смещение, да? Значит, еще раз. Значит, чего? Еще раз повторяйтесь. Значит, чего это происходит? Если в состоянии укорочения находятся сегментарные мышцы, да? То они в готовности их движениях гораздо возникают раньше, чем фильм мышц нормальных мышц. И вот эта готовность раньше реализуется в опережении движения. Причем это можно на каждом сегменте, да? Это посмотреть. В общем-то, это сегментарная диагностика. Очень простая. И, ну, она дает большое количество информации для размышлений, и не хватает вот этого уровня, но у меня какие-то проблемы не будет. Значит, вот с вами. Я... Я первый, да, накладываю справа и слева, да? И вот... Мои друзья достаточно глубокое предпринимание, да? Да, а здесь... Ну, вот там, я здесь. И что это значит? И что это значит? Обычно сегменты, если есть сегментарные нарушения, то повышается, во-первых, здесь несколько причин. Повышается гидрофейность ткани над теми сегментами. Вот. Это первое. Второе. Напряжение ткани, мышечной ткани, он передается на другие ткани. И мы его подъявим, как такую единую реакцию, как имеют подкожные клетчатки и мышечную структуру. То же самое, что и здесь. Реакция совершенно разная. Большинство. Большинство. Нет, не слышно. То есть, можно продовольствовать разные тесты. Я просто... Почему я так разными тестами? Потому что уже понял, что я здесь не шлемую, а что это и все на самом деле. Просто, наверное, это можно обратить внимание, а можно и не обращаться. Большинство и не обращаются. Можно еще и по дармократизму посмотреть. Да, посмотрю. Рот. Ну, он другой, да? Да. Под симметричными, да? Под симметричными, да? Под симметричными. Я думаю, что справа... Справа, что я не знаю. Под симметричными так поступают, да? Ну, если мы не совсем не реагируем, это не просто реагирует. То есть реагирует весь медиамент целый. Если мы попробуем сочувствительность определить так, то мы, наверное, здесь тоже... Мы определили... Или у меня появились у нас? Нет. Да. Значит, вот... Наши решения, какие здесь... Так, спасибо. 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 Позвольте. Отведем, да? До предназначения. Да? Да. Да. Семь. Семь. Держите. И раз. Еще раз. Да. Давите. И раз. И расставьте. И еще. И расставьте. И здесь. Вперед. Видео, это не очень удобно для вас, когда... Совершенно здорово. Не раз. Хорошо. Хорошо. Не раз. Не раз. Ну, посмотри, что число не просило. Посмотри, что билет. Давай, давай. Угу. 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 Кстати, может, смотри. А не беги головой. Торога печать. Торога печать. Вы какую-то разницу ощущаете в том, что было и в том, что стало? Ощущения, конечно, у пациента. Давайте посмотрим, как проверился ли здесь. У нас есть техники, они совершенно легко проводятся и дают очень хороший эффект. Эта техника – не прямые функциональные действия. Что мы делаем? Мы берем верхнюю часть нарушения проблемного сегмента. Как Вы думаете, что человек должен предать? Что-то не получается. Наконец-то. Выправить. Наконец-то. 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 Мы, в качестве теста, в качестве петели, взяли тест с ротацией главы. Значит, в левой практически симфон. Пару еще остается. У нас не стоит задача решить все проблемы, а стоит просто задача посмотреть, как это все на самом деле может происходить. Давайте посмотрим. Внизу. Наклоните. Вы. Наклоните. Вверх. Наклоните. Здесь, на мере. Дороги. Практицируйтесь. Наклоните сейчас в голову, а потом в грудном колесе. Е. Наклоните. Вы. Еще раз. ПОЛЕЦ. 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 Ольгиней нормально. Смотрите. Тут трейсионное мяско. Сейчас у вас нужно сошли. И достать его качалу. Нормально. Руки положить на противоположные плечи и на другую плечу. Нагиально тоже стоите. Ротатируем. 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 Что происходит? Какие действия? Что мы делаем? Это просто рычаг. Мы используем этот рычаг. Работаем здесь. Движенные сегменты. Справа есть напряжение. И оно создает феномен опережения. Точно так же с колесо-поздушевым. Что мы делаем? Мы сближаем точки при прикреплении сегментарных мышц. Мы максимально создаем. А вы знаете, что вообще мышцы они не совершают, как мы привыкли. Вот сгибатель, вот разгибатель. Движение, которое совершает мышцы, оно идет в трех направлений всегда. То есть оно, оно не прямое движение, да? А оно совершает как бы три движения. Вот. И когда мы вот задаем такую ситуацию, да? То идет максимальное расслабление этой мышцы. Вот. Причем, поскольку она уже выражает готовность движения в этом направлении, да? Мы доводим до конца эту готовность. Что происходит дальше? А дальше восстанавливается рецепроводная механизм. Значит, здесь движение щек. Мы потом возвращаем в исходное положение. И включаются мышцы, противоположные, да? И они активируются. А раз они активируются, мы потом берем тест. Они работают с индивидуально. Видите? Ну, это отдельная история, да? Но сейчас у нас это покажется. Как надолго не хватит? Как надолго? Ну, скажем так, да. Вариант слышав это сразу, скажем, надолго. Ну, на полгода, на год. А они только выходят через пять лет. Через пять лет пришли. Пять лет все хорошо. Я их уже забыл, а они меня помнят. Вот. То есть, можно было бы сказать, что навсегда. Понимаете? Но я так не говорю. Это действительно правильная осторожность. Потому что я не могу предугадать, что он будет в течение этих пяти лет, извините, делать. Вот. И если он будет поднимать мешки с цементом, или это классическое, или будет копать в огороде, то опять мы возьмем эту проблему. Но это восстанавливает. Я избегаю слова не всегда. Давайте посмотрим. Право-влево. Право-влево. Влево. Здесь один. Ну, поскольку мы дошли на какая-то составы, да? Давайте тоже. Подписывайтесь. Продолжение следует...